ЧЕРНОБЫЛЬ Главный игровой блокбастер стран СНГ выходит на финишную прямую. Игра, которую ждут миллионы игроков, почти закончена. А мы едем на съемки самого масштабного проекта в истории видеомании. Позади часы утомительных переговоров, впереди неделя съемок, интервью и игры в Сталкера. Позади часы утомительных переговоров, почти демьер, однако лагер, отборки, 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 отборки. Это тот сюрприз, который мы готовили вам последние месяцы. Подарок на Новый год, если хотите. С этого номера игромания и компания GSC Game World начинают новую совместную акцию. 450 гигабайт материала, 7 часов профессионально оснятых видеозаписей, сотни фотографий и уникальные кадры из Чернобыля легли в основу этого проекта. Каждый месяц с новым номером игромании вы будете получать все новые и новые видеосюжеты абсолютной степени эксклюзивности. На несколько месяцев наш журнал станет эпицентром информации о Сталкерах. Вы увидите разработчиков, узнаете, что они думают о своей игре и, конечно, увидите самые свежие кадры из нее. Мы пройдем за кулисы GSC и посмотрим на жизнь компании внутри. Начнем с малого, постепенно наберем обороты и закончим очень громко. Игромания Итак, с этого номера игромания начинает финальный отсчет до выхода главного блокбастера стран СНГ. Сталкер. Тень Чернобыля. Задумывая этот проект, мы долго думали, с чего начать. Какой материал выпустить первым? Ведь об игре известно уже столько, что придумать плавный вход в огромную реку новой информации, которую мы для вас приготовили, очень сложно. Но потом подумали, а почему бы не спросить самих разработчиков, что они думают о Сталкере, каким они его видят, каковы их прогнозы относительно успеха игры. Так и решили. Встречайте. Первый вступительный сюжет финального отсчета. Сталкер. Когда придут предостережения. Мы живем в век, когда мы начинаем подходить к тому, что мы можем управлять природой. 2012 год, начало игры. Мир уже поварился какой-то. Какие-то события произошли, истории, легенды о Сталкере, которые за эти 6 лет напутешествовались уже после того, как произошла катастрофа. То, что мы получаем в игре, это дело рук самих людей. Мы варимся в своем цепи, все человечество. И вот мы получаем эти результаты. Они вполне почти реальны. Наши технологии сейчас настолько мощные стали, что экспериментирование дальше в этом направлении может приводить к колоссальным катастрофам. И как бы это одна из таких вот катастроф. Ты смотришь на пол, и это текстура из Чернобыля. Она несет в себе след той катастрофы. Смотришь на архитектуру, она тоже из Чернобыля. То есть это уже игра слепок реальной катастрофы. То есть еще больше, еще более мощный символ. Более мощные впечатления для игрока. Знак, который те люди, которые играют, они уже не смогут забыть. Они опять будут знать о Чернобыле. Они опять будут думать на эту тему. Сталкер это тренированный, здоровый мужик. Умный, многословный, мрачный. Но при этом изначально не жестокий. То есть он разумный. Человек, который очнулся, Владимир Прекрасный День, убил себя в зоне. То есть с ним что-то нехорошее произошло, он не знает. Пройдет путь от новичка в зоне до ветерана, до мастера. Почему это произошло? Ему придется разобраться. А попутно он разберется, почему вообще появилась зона, когда язва на теле земли. То есть что или кто стоит за этим. Это один из многих. То есть это человечек в виртуальном мире. Но поскольку этим персонажем будут играть разные люди, то он станет тем, кем захочет быть игрок. В этом плане не было задачи его характер, именно этого игрового героя прорабатывать. Игрок придет и принесет в него свой характер. Агрессивный игрок будет, и он станет агрессивным и жестоким. Миролюбивый игрок, и он станет помогать всем в зоне. То есть это, в принципе, оболочка, в которую мы потом всели на игрока. Торговец жадный, скупой, брюзгливый. От него, наверное, плохо пахнет. Он делает деньги, и если у нас можно заработать, то он нас юзает на полное брожание. Но в то же время он тот человек, который нас, в общем-то, спас и выходил, поэтому мы принимаем его такой, как он есть. Хотелось сделать живой мир. Очень сильно. Изначально идея была такая, что чем более реальные будут события в игре, тем сильнее она тронет игрока. То есть он легче в это верит. То есть когда вокруг тебя реальный пейзаж, реальное оружие, все реальные условия и реальные характеристики игрока. То есть ты должен спать, ты устаешь, ты голодаешь, и если тебе попадут, тебе будет достаточно плохо. И не будет на каждом шагу валяться аптечка. То переживания будут на порядок сильнее у персонажа, у игрока. И он, то есть ему будет рвать крышу от того, что он живет действительно в этом мире. В нынешних играх очень часто такое ощущение отстраненности. То есть это как бы игрок не живет в мире, а он решает какую-то задачу абстрактную. То есть, ну да, инопланетяне выскочили, там летаешь тарелки, там полмира разбахал, там что-то еще. И это не трогает нисколько. То есть, чтобы игрока тронуло, надо дать ему реальную ситуацию, чтобы он поверил, что он действительно человек. То есть дать игроку ружье какое-то простое, там, краюшку хлеба, чтобы он выживал. И вот он живет в этом мире, в каких-то лохмотьях, в каком-то комбинезоне. То есть он тогда прочувствует, то есть я видел, что он тогда действительно поймет, что он там, это мир, что он живет, и ты в нем. Сталкер — это игра приключений, состоящая из экшена для RPG-элементов. То есть это реальный виртуальный мир, в котором ты можешь жить, как ты хочешь. Поскольку он опасный мир, то жизнь в нем самого себе приключений. Моя оценка RPG-элементов 10%, но поскольку другие люди команды все-таки есть фанатами RPG, 25% на это мы сошли. То есть сталкер на 75% — это экшен, многогранный экшен, там, стелсы, активные действия. И 25% — это RPG-элементы. То есть это не 50 на 50. То есть нельзя набегать лишнюю тысячу метров, или там убить личного монстра и начать бегать на 3 километра быстрее. То есть это нереалистично. Как только появляется некий элемент нереалистичности, то тут же вся реалистичная картинка на экране, она... Человеческий мозг говорит так, что тут не то. То есть картинка реалистичная, а тут бац, какие-то там скиллы, то есть у меня потом мышцы стали больше и прочее, то есть... Поэтому от этой системы отказались. Хотя, безусловно, введены фантастические элементы, которые в реальной жизни увидеть нельзя, но мы постарались спать реалистичными и нереалистичными вещами, те же аномалии. Конечно, «Сталкер» — это культовый проект по себе. Я не знаю, сможем ли мы всем угодить. Мы не знаем, не сможем. Но процентов на 70 ожидания людей будут оправданы. Я думаю, на сегодняшний день «Сталкер» разрекламирован намного больше, чем он может быть на самом деле. Это не говорит о том, что мы сделаем хуже его, чем от нас ждут, но к нему уже относятся как к мифу, как к легене. То же самое отношение есть с таким образом, как к «Help, help, life» и «Don't wait» Просто ожидания людей очень часто. У нас нет ресурсов сделать так, чтобы каждый нашел «О, это я предлагал, вот это есть, это я хотел». Но приложение ссылится в тысячи, это очень приятное все, и действительно хочется, чтобы вот классные идеи, молодец, чем-то надо будет сделать это. То, понимаешь, мы не успеем это сделать или еще делать его два года. Но мы пока как бы ни в чем не расходимся в том, что обещали игрокам, соответственно, если им задумка нравилась, то как бы игра понравится. Сейчас могу сказать, что я уже сейчас доволен. Много у вас людей по геймплею, сумею им эту симуляцию обуздать и сбалансировать. То есть нормально, сейчас я возложусь отречением после сидарской версии, то есть нормально, все идет. То есть даже если мне ничего не было улучшать, уже будет нормально, уже будет гораздо интереснее, чем в обычных коридорных игр. Ну а поскольку у нас все это еще и тянет, то я уверен, что сталкерам удастся. Помимо того, что у нас там куча амбиций, идей, у нас еще есть вершний издатель, который как бы тоже волнуется по поводу качества геймплея. У отечественных проектов, которые разрабатываются полностью всем издателем, есть в принципе недостатки. Либо они получаются, либо очень сложные, либо там много мелких недоделок, которые очень раздражают и так далее. Здесь есть очень большой издатель, у него это ключевой проект на следующий год. Есть продюсер со стороны издателя, есть гимн-дизайнер со стороны издателя. То есть они недоработанный проект как бы не дадут выпустить. То есть есть даже комиссия из трех журналистов зарубежных, люди, которые по 20 лет в индустрии, и они оценивают каждый дел. Это одно изменение, как бы принятие решения издателя. Они именно это рассматривают, как людей способны сделать что-то новое. Ну то есть им пока все настолько нравится, что они даже не знают, чего как бы предложить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова